Продолжение следует... Серьезно? Можно сохраняться без подбрасывания монетки. Вот то, что я говорил в прошлой серии. Вот эта механика с подбрасыванием монетки во время сохранения, когда на локации вообще врагов не осталось, это полный бред. Я понимаю, если бы на локации были бы враги, и нужно было бы подбрасывать монетку. Да, это логично. Типа, если монетка выпадет неправильной стороной, то, когда я отдыхаю, ко мне придет враг и типа убьет меня, пока я сплю. Но! Когда вся локация полностью зачищена, тебе нужно подбрасывать монетку, и игра решила, так сказать, поднасрать... Поднасрать... А, подождите. Ну ладно. Я... я не то сделал. Кстати, а тут дверь открылась? Изучить. Резьба на дверях кажется иноземной, ее создала неизвестная цивилизация. Однако здесь есть относительно свежая отметина, сделанная, скорее всего, расхитителями гробниц, что забрались слишком глубоко. В них говорится, что что-то о старом проходе. Открыть двери? Да, я не знаю, короче, как это открыть. И мне надо перезапуститься. Сохранение без подбрасывания монеток, это самое вот... идеальное, что могло быть. Но надо же было его испортить. С подбрасывания монетки. Я понимаю. Реально, вот сделали бы лучше так, исправили бы вот это вот. Выпустили какой-нибудь патч, чтобы, когда локация полностью чиста, не нужно прокидывать эту дурацкую монетку. Она просто не нужна там, в чистой локации. Просто бы сделали бы сохраняться с первого раза, и все. Ты просто тупо тратишь время. На такую... не очень... как сказать, полезную механику. Я даже не сказал бы то, что она полезная. Она... бредовая, если честно. А, ну да. Свет просачивается сквозь щели древнего проема. Но двери запечатаны, их не сдвинут с места. Здесь есть резные фигур... резные фигурки, которые, кажется, изображают богов, входящих в древний проем. Но человек остается снаружи. По крайней мере, ты так его интерпретируешь. Двери остаются неподвижными. Камень, с которого они сделаны, выглядит... Я понял. Так, эээ... Человек. Человек! Я вижу, у тебя есть бесконечная душа, измученная душа и просветленная душа. У тебя есть все необходимое, чтобы пройти через врата. И последнее, что я должен сделать? Я должен испытать тебя. Ты готов, человек? Что это за испытание? Доблестная... Доблестная дуэль между тобой и мной, пока один из нас не умрет. Дуэль? А... Ты не против, если я... сражусь с тобой вчетвером? Человек, я вижу тебя... Ну да. Он все тоже за... Давай начнем. Приготовься. Так, я не видел... Я не видел... А! Это говорит этот... Безымянный голем. Я не видел ни души уже сотни лет. Я утратил разум. Благодарю тебя за то, что пробудил меня. А теперь давай сразимся, пока только один из нас не останется на ногах. Так, а... Так, вот у Кахары... У Кахары, кстати, перелом. И копье промахнулось, к сожалению. Не, надо было сразу по одной руке бить. Не знаю, сколько жизни у руки. Так, больше тысячи. Наверное, полторы тысячи где-то. Кахары, не мог ли... Не мог ты в прошлый раз так ударить по руке, чтобы руку... оторвать? Ой, подождите, не то. Короче, вроде как сломанные кости понижают максимальное здоровье и максимальный урон, кстати. Типа урон меньше будет наносить тот, у кого кость сломана. Так, будем, значит, бить по голове. Ну, теперь он нас атаковать не сможет, по крайней мере. Нет, он может нас атаковать. Он нас может схватить. Так, я хотел голема обыскать. Обломки безымянного голема. Его нельзя обыскать, я понял. Так, пока я вижу, я не буду зажигать факел, потому что у меня факелов осталось очень мало. А, четыре штуки. Я не знаю, сколько еще игра будет продолжаться. И, скорее всего, мне сейчас придется его зажечь. Скорее всего, там будет темно. Э, нет. Наверное, была ошибка соваться в эти подземелья. Блин, ничего не вижу. Так, ну давай поговорим. Приветствую тебя, бравый воин. Раз ты так глубоко, то значит мы на заре нового цикла, верно? Все это бессмысленно. Ты в курсе? Мы лишь марионетки, нет никакого господства. Так что да, я готов. Возьми этот ключ, он тебе понадобится. Вернись назад во времени и найдешь молодого меня. Убей его и достигнешь своей цели. Ты берешь ключ от королевского прохода. Убей его, если сможешь. Марионетки, о чем ты? Разве будет весело, если я тебе все разжую? У меня ушло множество жизненных циклов на осознание великого замысла. Позволь хотя бы насладиться твоим неведением, моим последним оставшимся удовольствием. Хм, приветствую тебя, бравый воин. Раз ты так глубоко, то значит мы на заре нового цикла, верно? Ну это мы все читали. Давай зададим еще другой вопрос. Как мне убить тебя? Я был весьма самоуверен. Использую это. Самоуверен? Что это за псы? Я потратил несколько поколений, дабы вывести этих величественных боевых гонщиков. Они свирепые маленькие черти. Надеюсь, ты их не выпустишь на меня? Стеклянный флакон. Табак. Бутылка эля. Метательный дротик. Кстати, ни разу не пользуюсь метательными дротиками. Синие травы. О, синие травы, кстати, полезные. Так, подождите. Ты слышишь, как открывается... Ах ты ж! Он натравил на меня собак. Я так и думал. Таинственное орган пульсирует. Разрезать? Орган перестал пульсировать. Но ты видишь, что в венах все еще происходит какое-то движение. Похоже, то, к чему присоединенные органы все еще живо. Движение медленное. Может быть, где-то еще есть подобные штуки? Да? Еще одна такая должна быть. Как минимум еще одна. Мне интересно, я бы... Я бы хотел бы сразиться с собаками. Но, блин... Если меня сейчас убьют, мне придется заново все перепроходить. Так, подождите. Не-не-не-не. Ключ. А, откроет ли ключ? Блин. Подождите. Все, отлично. Откроет ли ключ? Чёрт, откуда вас так много? А, подождите. Чё-то я запутался. Да, вот. Подождите, где-то здесь проход должен быть. Откроет ли этот ключ вот эту дверь? Нет. Для неё нужен какой-то другой ключ, который я ещё не нашёл. Блин, надо было перекусить этим скоробеем. Так, не вижу, в чё там я упёрся. Так, ну я знаю, для чего этот ключ нужен. Я чувствую, что мы близки к концу. Ключ от королевского прохода. Да, он открывает. Механизм храма работает на полную мощность. Механизм храма. А-а-а. Подождите. Так, ничего не осталось. Так, я не хочу что-то проверять. Что будет, если я наступлю на горящую... Ну, то есть на огонь. Блин, я бы успел пройти, если честно. Не хочу рисковать. Франсуа, господствующий, сидит на троне. По выражению его лица, очевидно, что он невероятно презирает тебя. Сам факт твоего жалкого существования, без особых на то причин... А, без особых на то причин, ты чувствуешь себя самым жалким из людей. Наконец-то ты здесь. Думаешь, что сможешь свергнуть моё абсолютное господство? Ха-ха, это мы сейчас и узнаем. Смеётся она там. А, блин, я тупанул. Надо было вылечиться. Так, Дарс... Дарс пускай использует какой-нибудь предмет. А... А пускай будет взрывной флакон. Я хотел, чтобы она вылечила, но... Взрывной флакон куда более полезный. Промах. Блин, только не руку. Так, Дарс пускай бросает. У него самое... Слабое оружие. Что-то мне подсказывает, что это финальный босс. А может быть, я не финальный. Но один из финальных боссов. Из последних. Больше я не буду... Я больше не могу себе позволить тратить... Взрывные флаконы. Попробуем избавиться от его второй руки. Написано уязвим, но сколько у него урона? Всё, отлично. Без своих конечностей, Фрэнсуа уязвим. Кстати, а мы... Надо было с ним, наверное, поговорить. Рук у него нет, он нас атаковать не может. Это... Это видение истинного Махабра. Я видел их. Это значит, что они существуют. Должно быть, я совсем рядом. Всего-то лет... Так, сто или около того. И я вознесусь по-настоящему. Меня уже не остановить. Чёрт. Так, дикарь. Дикарь атакует, так как самое мощное оружие. Дарс использует предмет, флакон с водой. Пускай она потушит Кахару. А Кахара будет сам себя лечить. У меня есть голубой флакон. Этого должно хватить. Безлунница пока что потерпит. Ай, мы ещё промазали. Ну ты чёртов козёл. Всё, я... Ничего с этим не могу поделать. Он... Подождите, как он там сказал? Он самовлюблён или... Гардали... Самовлюблён. Может, нам как-то его надо... Так, умение. Поговорить. Один фиг, я уже всё... Быстрая атака. О, быстрая атака, кстати. Полезная вещь. Только она на саму себя действует. Кахара. Какие у Кахары есть умения? У Кахары никаких умений нет. Он ничего не умеет. Тогда пускай использует... Ээээ... Флакон с водой. На мне. Ты пытаешься поговорить? Блин, готовься сдохнуть, червь. А, дво... Да. Я выше жизни и смерти. Я намного ближе к богам, чем кто-либо другой. Что ж, это твой предел. Настал конец твоему прав... Точно, ты близок к богам. Один из них перед тобой. Не в этой жизни. Я с первого взгляда могу узнать жалкого пустомелю. И кажется, один из них сейчас прямо передо мной. Ты бесхребетный. У тебя нет яиц. Ты ничто для меня. Ты просто подтвердишь... Ты просто подтвердишь моё господство тогда, когда я возвышусь над твоим трупом. Другие боги мертвы. Над кем ты будешь господствовать? Они заслужили это. Теперь я единственный правитель, как и должно было быть всегда. Как неоспоримый правитель. Следующий и единственный шаг – истинное вознесение. Блин. Так, Дарс. Подождите, а я с ним поговорил, и я смог его ещё атаковать. Так, давай поговорим. Дарс. Два хода ходит. А, почему бы ей? Ну не, я уже не могу так тратить флаконы. Кахара атакует. Блин, готовься, сдохнуть теперь. Конец, да? Я что-то не посмотрел, что я там нацелил. Не в этой жизни, я с первого взгляда могу узнать, как торжалка в пустамеле. Ты ничто не иное, как марионетка в великом замысле. Марионетка? Марионетка кого? Может, ты видишь... Может, ты видишь верёвки, привязанные к моим рукам? Разве ты где-нибудь видишь здесь кукловода, что управляет мною? Здесь никого нет, кроме меня. Итак, что же мной управляет? Почему бы тебе не поделиться со мной своими сокровенными тайнами, сокровенным тайным знанием? Я настоящий кукловод. Шут гороховый. Посмотри, как... Посмотрим, как ты будешь шутить, когда моё десятифутовое господство проникнет в тебя. Блин, а он всё-таки меня металлом расплавил. Так, злить его было плохой идеей. Так, в общем-то... Нам нужно... Было бы неплохо, если бы я ещё нашёл факел. У меня есть четыре факела. Назад я уже вернуться не смогу, вылечиться. Так, сколько у меня есть денег с собой? Так, где это? Вообще, что ли, нету монеток? О, серебряная монета, восемь штук. В принципе, нам нужно вернуться назад и закупиться зельем... Зельем тела. Своего рода аптечки. Было бы неплохо купить факел, но факел нигде не продаётся. Надеюсь, что у меня получится на ощупь найти этого торговца. Я не совсем помню, где он находится. Вот в чём проблема. Так, возможно, здесь. Возможно, да, возможно, здесь. А, тут нам придётся... Так, зажечь. Так, я не помню, он в прошлом или в настоящем находится, этот торговец. Вроде бы в настоящем. Так, ну, единственное, что у него тут полезно есть, это... Аптечки. Так что, я думаю, что нам все деньги нужно потратить на аптечки. Так, десять. Всё, последние деньги потратил на аптечку. Так, я чувствую, что я прохожу, как минимум, третью треть игры. Скорее всего, мы скоро подойдём к её завершению. Так что, в принципе, мне должно хватить еды. Так, где у нас еда? Так, зелёные травы не то. Синие травы, кстати, вообще хорошо. Мы можем целую кучу голубых флаконов наделать. Синие травы, 20 штук. Всё, мы, в принципе, мы... А, голод. Нас голод ещё не мучает. Нам бы не помешало бы подлечиться. Вот, смотрите. У Кахара из-за того, что сломаны кости, 96 здоровья. Так, что у меня есть из книг? Алхимелия, приказы... Так, свиток путешественника. Что это даёт? Не знаю, что это даёт. Что-то, наверное, даёт. Свиток луна. Узнайте секреты кровавых жертв... А, ну я знаю, что такое. Это только я должен изучить. Если кто-то другой будет знать, толку от этого мало будет. Пустой свиток. Три штуки. Свиток меткого стрелка. Но, опять-таки... Но у меня нету лука, чтобы отстрелять метко. Книги. Свиток огненного трюка. Вот, знаете, я думаю, что... Пускай Дарс изучит его. У неё меньше всего урона. Потому что оружие самое слабое. Можно было бы, конечно, сходить за ножницами для неё. Но это слишком далеко. Мне не хватит факелов, чтобы вернуться назад. Мне уже не хватает, если честно. Так. Гнилая черника. Как раз для собаки подойдёт. Так, ладно. Собаку лечить не будем. Вот Дарс надо подлечить. Ну ладно, после великана подлечимся. После битвы с великаном. Так, самое главное, чтобы мы не мазали. Все бьём по одной руке. А собака решила по другой. Ой, дурацкий промах. Так, хорошо. Хорошо. Он решил атаковать Дарс. Надеюсь, на этот раз он не будет атаковать Дарс. Чёрт. Он решил атаковать Дарс. А, да, кстати. У Дарс надо было сделать умение. Я понял. Это слишком поздно. Дарс. А предмет... Оранжевый флакон. Что даёт оранжевый флакон? Флакон полный слабого яда, который, как говорят, убивает паразитов и чёрных, так и чуреев внутри тела хозяина. Эликсир тела. Так, Акахара пускай атакует. Блин, чё-то мы все мазать начали. Дарс подлечилась. Дарс подлечилась. Ну, про неё забыл совсем. Ну и в принципе всё. Теперь бьём по голове, а он теперь нам никакой опасности не представляет. Слушайте, а в таком случае лучше, чтобы у Дарс было самое мощное копьё, да? Самое мощное оружие. Если она дважды атакует. Хотя она очень часто мажет. Чёрт. И собака, кстати, дважды атакует. За один ход. Так, итого у меня остаётся три факела. Так, в любом случае нам нужно от него ключ подручить. Не погорив с ним, мы не получим ключ. Метательный нож. Хоть бы факел выпал. Почему не может выпасть факел? Грязь. Курительная трубка. Так, но то, что этот орган... Ну, то, что ещё есть ещё один орган, как минимум, говорит о том, что... Это ещё не конец, это не финальная битва. Так что... Книгу для сохранения я лучше приберегу. Я могу сейчас вернуться и сохраниться, но, в принципе, мне это не нужно. Я не так много всего сделал. Чтобы вернуться и пересохраниться. Вот если у меня получится одолеть вот этого вот босса... Чёрт. Вообще не вижу. Ой, блин, я опять тупанул. Я не вылечил Кахару. Так, ну, значит, получается, что мы... Один ход пропускаем. Дарс использует умение. Быстрая атака. Так. Акахара сам себя лечит. И надеюсь, он никому руку не отрубит. Тупизм. Ну, а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.